Привет всем, мои хорошие! Мама чоли пришла, или не чоли, пришла с автобусной остановки, вот с такими, зашла в турецкие, зашла, скажите мне, в НКД, купила всего на свете, помидоры по 99 центов, сейчас горлодер взглядела, ну вот, так, сейчас покажу, что купила. Вот такие помидорки были в турецком по 99 центов, сейчас, мои хорошие, я сделаю из них горлодерчик, и вот такие дозочки купила, вот такие маленькие купила, 10 штук 2 евро, вот такие купила, круглые 5 штук 3 евро, ну и свои любимые купила. 5 евро, вот такие мои любимые, да, потом купила еще в турецком айву, хочу мясо опять с айвой, какое вкусное мясо с айвой, вы даже не представляете, айва тоже 99 центов, что-то у них там, ну, может быть, что покоится наималенькое, или еще что-то, вот, и в этот укроп и петрушка по 79 центов были, ну, это одноразовая посуда, и надо салфеточки поменять, а то уже от тех устала смотреть на новогодние салфетки. Вот так, мои хорошие, пришла, купила тикет, зашла на этот, на вокзал, все сделала, все купила, все у меня получилось, все закляпала, сейчас будем что-нибудь готовить, кушать. Вот достала фарш, уже разморозился, уже сделала лучок в фарш, добавляем, сейчас наделаем тефтель, а остальное все будет у нас с вами, либо чебуреки завтра, либо беляши, побалуем немножко детей, вот видите, лука много, Так, теперь мы соль добавляем. И перец. Фарш у меня магазинный, поэтому очень интересный фарш, но свинина с говядиной. Сейчас мы дадим ему немножко настояться. В моем рецепте нет ничего экстраординарного, все продукты обычные, всем привычные, но соединив их и правильно приготовив, получаем отличное сытное блюдо. В классические ежики рис добавляем сырым, хоть это и значительно увеличивает время приготовления. Добавляем одно яйцо, все хорошо еще раз перемешиваем и делаем, формируем маленькие круглые тефтельки. А мы с вами ложим пергаментную бумагу на сковородку, вливаем масло, даем ему раскалиться и обжариваем шарики со всех сторон до корочки. На это потребуется нам не больше пяти минут. Да, вы спросите, чем ежики отличаются от фрикаделек или тефтелей? Отвечаю, фрикадельки блюдо не самостоятельное, их кладут в суп, например. Тефтели же на самом деле готовят без риса. Несмотря на то, что мы часто его туда добавляем и продолжаем называть тефтелями. Таким образом, наши ежики – это мясные шарики с рисом, которые внешне напоминают иголки одноименного животного. Тефтели стали частью русской кухни в начале прошлого века. Рецепт был взят в еврейской кухне, но придумали мясные шарики в давние времена тюрки. О происхождении блюда говорит название русское слово – тефтели. Но это искаженно еврейское – кифтелюци, то есть кюфта. Сегодня блюдо популярно во многих странах мира. Традиционно тефтели делают не из чистого мяса, а из фарша с добавлением риса. Можно гречки, панировки или хлеба. Чтобы изделия держали форму, в фарш добавляют сырое куриное яйцо и муку. Тефтели жарят во фритюре, запекают, готовят на пару. Однако самым популярным вариантом остаются тефтели, которые тушатся в подливе. И сегодня мы с вами их сделаем в томатной пасте. Мы свои ежики переворачиваем, убираем сковородку и ставим новую кастрюльку для нашего подлива. Разогреваем хорошо кастрюлю, наливаем туда масло, доводим его до кипения. Добавляем лучок, добавляем морковку. Все хорошо пережариваем. Я добавляю еще чесночок, так как у меня в фарше чеснока нет вообще. Добавляем муку. Все хорошо перемешиваем. Затем добавляем 2 стакана воды. Чтобы не было комочков, постоянно помешивайте. Добавляем томатные пасты, укроп, специи, перчик, соль обязательно. Подливаем еще водички, чтобы консистенция была одинаковая. И выкладываем свои тефтельки-ёжики. Еще кипятим минут 20 и наши ёжики будут готовы. К столу тефтели можно подавать с гарниром. Отлично подходят макароны, картофельное пюре, зеленый горошек или отварная цветная капуста. Ну что, мои хорошие, а вам приятного всем аппетита! А мы с вами переходим к другому блюду. Наша семья не обходится без острого соуса, который еще называется хреновина или горлодер. И хотя у этой еды много названий, но острый и оригинальный вкус от этого ничуть не меняется. В Сибири этот соус делают с добавлением томатов и чеснока, а в Москве добавляют хрен. И вот сегодня мы на мясорубочке сибирской, российской, вместе с Константином крутим свой горлодерчик. Добавляя туда томаты промытые, чеснок, перец горький и петрушку с укропом. Она мне ведь досталась халявная, по 79 центов. Проще кулинарного рецепта и не придумаешь. Ну что, мои хорошие, вот Аленка появилась со своим светом каким. Сегодня же Старый Новый год, пятница. Я вас с этим праздником поздравляю в ночь, да? Старый Новый год. С 13 на 14? Да. Ну вот, значит, я вас поздравляю с этим праздником, еще новогодним. На Сахалине, наверное, уже наступил. Да. Поэтому сейчас мы быстренько тоже приготовим ужин. Сядем, посидим. Марк в 5 часов с работы придет. И все у нас будет замечательно. Чего и вам желаю, мои хорошие, чтобы в этом году все у нас сбылось, что мы задумали. Здоровья поприбавилось. Чего там, в кошельках денюжек поприбавилось. Хотя вы уже слышали? В Германии навряд ли. 56 центов за киловатт. Вот это да. Вот это у нас ценник, наверное, придет. Рехнг. За свет. И на следующий год только. Так что, мои хорошие, тяжела жизнь колхозная. Так и у нас. В Германии. Кто-то ее хвалит. Но нам пока хвалиться нечем. Ладно, давайте работаем дальше. Водичка собирается, да? Угу. Надеюсь. Все как всегда. В мясорубочках у нас. У русских. Во. Уфу. Так, смотри, не профукай. Пошла кефаль. Угу. Так. Дальше. В горлодер мы добавляем обязательно вот такую баночку консервированных помидор. Их можно большую банку взять, вот где цельные помидорки. У меня такая вот попалась баночка с раздробленными помидорками. Но в любом случае, можно в блендере, можно в той же мясорубке, чтобы не мазать посуду. Все это перекрутить. И тогда горлодер будет более такой, знаете, густой, насыщенный. Конечно, на мясорубке это крутить. Константин маленько матерился. Но ничего. Все получилось. И все перекрутилось у нас. Чем удобен горлодер, так его не надо ни варить, ни стерилизовать. Он прекрасно хранится в холодильнике или погребе по несколько лет. Консервация продукта происходит благодаря чесноку, которого в продукте очень много. Соль в этом рецепте можно регулировать по своему вкусу. Ведь главный консервант это чеснок. Добавляйте соль в 2-3 приема. И не бойтесь пробовать горлодер в процессе приготовления. Я обязательно добавляю еще туда перчик и ложку сахара. Тогда наверняка получится у вас вкусно. В общем, для любителей острых ощущений и для тех, кто не боится запаха чеснока, порядок приготовления соусов разнообразный. Все хорошо перемешиваем. Раскладываем готовый соус в стеклянные банки, бутылки и закрываем крышками. Хранить лучше в холодильнике или в другом прохладном месте. Горлодер хорошо подавать к мясу, рыбе или другим продуктам. А еще горлодер намазав на хлеб с супами и гарнирами можно даже так употреблять. Подают в качестве закуски к блюдам из мяса и птицы. Или его можно есть просто ложками. Приятного аппетита! Оставшийся горлодер я выложила в миску. И сегодня мы его с вами попробуем. Он у нас будет сегодня к тевтелям очень хорошей закуской. Ну а нам с вами надо упорядочить зелень. Хорошие веточки и стебельки я отобрала. Сейчас вот замочила, видите как, в бумажку и убрала в холодильник. А следующую зелень мы будем с вами замораживать. Существует несколько самых распространенных способов хранения зелени в замороженном виде. Каждая хозяйка использует тот вариант, который наиболее удобен для готовки в конкретной семье. Я люблю замораживать как цветочками, так и нарезанной зеленью. Для сохранения привлекательного внешнего вида травку упаковывают в пищевую пленку или фольгу. Аккуратно укладывают в пучки. В таком виде можно морозить любую траву. Некоторые хозяйки используют для готовки не весь пучок. Достаточно отрезать нужное количество, остальное можно убрать обратно в холодильник. Вот и на пороге старый Новый год, с которым я вас всех и поздравляю. Хочу в этот праздник пожелать проститься со всем негативным и открыть в двери новую загадочную интересную жизнь. Пусть в каждую судьбу придет настоящая сказка хоть на миг и каждый из вас почувствует себя по-настоящему счастливым и беззаботным. Ну что, мои хорошие, всем пока!